Добрый день, дорогие северодвинцы! Сегодня наша программа выходит с территории Северного машиностроительного предприятия, и мы ее посвятим еще раз истории Никола Карельского монастыря, который явился основанием для создания нашего завода, для создания нашего города. И он стал тем символом, который соединяет века истории нашей страны и современную историю, современную нашу жизнь. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях в нашей передаче заведующий кафедрой теории и истории государства и права Северного арктического федерального университета, кандидат исторических наук Шаляпин Сергей Олегович и секретарь попечительского совета фонда сохранения исторического наследия император Станулевич Владимир Игоревич. Мы сегодня с ними поподробнее обсудим вопросы становления и значения монастыря Никола Карельского, значения его не только для нашего города, но и для всей нашей страны, для нашего российского государства, вот в такой исторической перспективе. И, конечно, первый вопрос о том, как этот монастырь вообще появился. Хочу сказать, что точных дат основания монастыря нам до сих пор неизвестно, и это вполне понятно, поскольку основание монастыря – это период рубежа 14-15 веков, период, когда здесь на севере еще не было ни летописания, никаких либо иных способов фиксации происходящих здесь событий. И поэтому все, что мы знаем об основании монастыря – это лишь отрывочные сведения, дошедшие до нас в более поздних документах или легендах. Но общая канва событий достаточно известна, и выглядит она так. Некая новгородская бояриня Марфа похоронила на берегах Никольского залива и Северной Довины двух своих сыновей – Антони и Феликса, которые, скорее всего, утонули здесь во время путешествия по Белому морю. Ну и, очевидно, произошло следующее. После захоронения ее погибших сыновей, она вместе с мужем Филиппом строит здесь деревянный храм, а затем, спустя годы перед кончиной, Марфа завещает опеку над этим храмом своим новгородским и двинским родственником и одновременно жалует этому храму свои водчины вдоль Северной Двины, Белого моря, Кудьмы, вплоть до современной Ненаксы. Это пожалование и стало началом истории, собственно, монастыря. Очевидно, к этому моменту при храме деревянном уже жило несколько монахов, и известно, что первым игуменом считается советой Ефимий Карельский, просветитель Карел, живших здесь по берегам Северной Двины. По легенде, он умер около 1435 года, то есть более чем через 30 лет после событий, связанных с Марфой Борецкой. И вот с этого момента монастырь отчитывается свою историю. Таким образом, скорее всего, основание монастыря произошло именно в связи с захоронением на этом месте Антона и Феликса. Именно эта могила и стала центром монастыря. Поскольку никаких иных, так сказать, причин, что ли, мы не можем найти. Но, тем не менее, монастырь сыграл определенное значение в плане историческом. То есть в жизни нашего государства, конечно, он такой форпост духовный здесь на Белом море, на Устье Двины, значение монастыря, оно продолжалось, продолжал, он играет свою роль в течение веков. И даже сыграл существенную роль при закладке завода нашего, да, СМП и города. Да, это очень интересная такая деталь. Действительно, когда строители будущего завода 402 Севмаша искали место для возведения вот этих вот промышленных объектов, предлагалось несколько точек в дельте Северной Двины. И, ну, приоритетным местом, приоритетной площадкой выбрали именно здесь Никольское Устье. И одним из аргументов стало то, что здесь вот в течение столетий стоит монастырь, а значит, место, что называется проверенное, пригодное для строительства, жилья. Ну, и уже здесь были поселения, которые были большие. И к тому же, как вспоминали первостроители, сами здания монастыря изучались первыми инженерами на предмет конструирования фундаментов, да. Как на этой низкой болотистой почве выстроить тяжелые каменные здания, да. Вот вскрывали специально фундаменты Никольского собора, изучали их, да. И считается, что в 30-е годы многие цеха Севмаша строили по сходной технологии. Ну, и вот опять возвращаясь к истокам, значит, мы делаем такое заключение, что действительно Антоний и Феликс стали как бы первопричиной, значит, возникновения этого значимого места для нашего города, для нашего завода. Вот. И по сути дела это те самые святые, которые мы не можем не чтить и не можем не вспоминать их, означая эту их роль в нашей жизни. Ведь сейчас определенные усилия делаются, да, Владимир Ильич? Ну, вот я хочу мостик перекинуть от исторической части к современной. Я вот взял почитать нашу поморскую энциклопедию, это великое дело было сделано, потому что в кратком объеме было затронуто очень много славных таких точек, выходов на них. И в том числе статья Анатолия Александровича Куратова, бывшего ректора вот поморского как раз университета, я тогда учился в его период ректорства, о Николе Карельском монастыре и Антоне Феликсе Карельском. Я не нашел упоминания о том, что это захоронение Антония Феликса и их мощи были когда-то подняты. То есть по всему выходило, что они, где были захоронены, там они и остаются. После статьи Куратова в поморской энциклопедии я стал смотреть, что же есть еще более что-то серьезное. Казалось, монографии, то есть научных исследований на эту тему нет. Но самое близкое, что было к научности, это статья на сайте Архангельской епархии об Антоне Феликсе Карельском. Кто-то, там не было, к сожалению, подписи, провел огромную работу, собрав как письменные источники, бумажные источники, так видны, что посидев в интернете, собрав все это вместе, очень деликатно рассортировав, упоминая, что это версия, а вот это скорее факт, сделал вот такой труд. Из него тоже следовало, что мощи не поднимались. Ну, раз так, то надо попробовать. Возникла идея исследовать места вокруг Никола Карельского монастыря и поискать это захоронение. Возможное. Возможное, да, причем еще совершенно не было понимания, с какими проблемами мы столкнемся, кроме того, что было понимание, что это оборонный комплекс, и здесь все будет гораздо суровее и строже в отношении оформления документов, законности, допусков. Письмо направили мы Дмитрию Олеговичу Рогозину, человеку, который не чужд истории, не чужд уважения к прошлому историческим традициям, православному человеку, который как раз тогда заступил на пост вице-премьера, курирующего оборонный комплекс. Он очень серьезно отнес это к этой бумаге. Мы встречались в Белом доме по этой бумаге, и через некоторое время стало ясно, что все вопросы, связанные с допуском, с секретностью, они решены. Потому что, связавшись с Михаилом Анатольевичем Будниченко, вопросы решались в течение недели-двух. В итоге наш коллега Павел Анатольевич Морозов приехал в Северодвинск, но в силу загруженности он приехал всего на три дня. Привез технику. К счастью, оказалось так, что законодательство, требующее работы георадаром, то есть это не нарушающий метод, то есть не требуется никакие раскопки, но все равно требуется открытый лист в случае, если работы ведутся на памятнике истории культуры, выявленном и поставленном на учет, и имеющим границы. К счастью, этих границ, естественно, нет и не оказалось. Работы все проходили вдали от собора, и это позволило, так сказать, не разойтись законодательством. Когда, приехав сюда на место, и собрав устные и небольшое количество письменных преданий, оказалось, что легенды ведут в никуда. То есть ветераны сказали, что, очевидно, та часовня, в полу которой находилось захоронение, она располагается под гаражом Севмаш-предприятия, отсюда это недалеко, метров 300, наверное, 400. И если это под гаражом, со всеми вот ямами этими технического осмотра, то, скорее всего, она уничтожена. Работа георадара в той части показала, что там ничего нет. Оставались последний день, последние сутки работы. Отец Александр в тревоге, который очень близко к сердцу принял «Первые дни неудачи», он собрал все, что мог, в том числе со стороны энтузиастов, и обнаружил фотографию этой часовни, снесенной в начале 30-х годов или в середине 30-х годов, с колокольни монастыря, что позволило установить азимут. Потому что все остальные, как бы сказать, некоторые ориентиры, они оставались сейчас в целости и сохранности. Кроме того, рядом с часовней находилась женщина на фотографии. Если было принять за средний рост метр и 60, этот рост позволял установить расстояние до этой часовни от колокольни. Павел Анатольевич ускорился, потому что георадар, он позволяет несколько снизив точность, более широко посмотреть площадь. Он посмотрел эту площадь, локализовал некое подобие фундамента этой часовни, тем более, что часовня была очень характерная, она была не квадратная, не прямоугольная, а круглая. То есть она была восьмиугольная. И вот этот фундамент он локализовал. Кроме того, в отчете, который он предоставил через некоторое время, было указано, что под фундаментом находится некий объект. По его мнению, он ориентирован восток-запад, но несколько имеет большую ширину, чем одиночное захоронение. То есть, конечно, это предположения, основанные на методах, которые не дают прямых доказательств, то есть это не археология. Но это позволяло уже обратиться к археологам. Честно говоря, вот у нас в Архангельской области с археологией дело не очень хорошо. Так это мягко говоря, потому что... То есть нет специалистов? У нас четыре специалиста. Есть, да? Единственное место, где идет постоянный стабильный источник исследований, это Соловки, благодаря, опять же, церкви и Соловецкому монастырю. Тем не менее, настойчивость наша общая. Здесь сразу вспоминается, что большие дела можно сдвинуть, так сказать, с мертвой точки только общими усилиями. Здесь получилось так, что и мэрия Северодвинская названивала директору института, и митрополит лично обратился, и я тут попросил своих знакомых в Москве, в Госдуме обратиться, ему позвонить лично. В общем, со всех сторон обложили, и в итоге Ангавата Васи Викторовна приехала сюда для знакомства, так сказать, с территорией, прихватив с собой еще ведущего специалиста по идентификации личности Медникова Марию Борисовну. Произошла встреча и знакомство... Доктор исторических наук, как я на самом деле. Произошла встреча в мэрии, где археологи искушали, так скажем, Михаила Аркадьевича некими трудностями, которые действительно есть, и они реальны. И знакомство с территорией показало, что трудности несколько снижают, конечно, вероятность обнаружения мощей, потому что, посетив вот эти места, ознакомившись с состоянием грунта в первую очередь, выяснилось, что грунт здесь песчаный. А песчаный грунт, он дает самую наихудшую сохранность для станков, да. И иногда возникает просто состояние отлена, то есть это некий такой коричневый порошок, который рассыпается в руках, по нему трудно что-то определить. Но это бывает так, а бывает иначе, потому что строители Севмаша упоминали, что сталкивались с захоронением в этом же песчаном грунте с великолепной сохранностью. Это, конечно, более позднее, чем 600-летнее захоронение, но сохранность была очень высокой. На сегодняшний день создана рабочая группа в мэрии города Северодвинск ее возглавил заместитель Гмырина Усов по жилищно-коммунальному хозяйству. Александр Михайлович. Да. И в состав нее вошли представители Севмаша, Институт археологии, церкви, вы. Поэтому Институт археологии запросил открытый лист. Это что значит? Это разрешение вести вот эти вот раскопки, которые дает Министерство культуры Российской Федерации. Взялся за решение этой вопроса вот мэрия города Северодвинска. Поэтому дай бог, что так это будет. Но судя по тому, как уверенно говорится о том, что в течение этого сезона, то есть 17-го года летом, раскопки должны быть проведены, я надеюсь, так и будет. Ну, мы-то как бы понимаем, что мы, конечно, надеемся на Господа, но если мы не будем предпринимать никаких усилий сами, то и помогать будет не в чем. Вот, поэтому надо начать, как обычно, начать свое дело. Митрополит сказал, что если там, как сказать, обнаруженные останки не будут, в этом случае он будет просить ходатайство и инициировать строительство там часовни с местом захоронения святых, которое оказалось разорено когда-то в тот или другой период. Поэтому это, говорю, что в любом случае будет лучше, чем сейчас есть. Неопределенность. Ну что ж, на этом можем нашу беседу закончить и вселить все-таки хоть и небольшой оптимизм во всех наших телезрителей, горожан наших, потому что действительно, по сути дела, мы вот протянули такую цепочку вот этого события трагического, гибель двух юношей, захоронения их здесь, но это послужило основой к тому, чтобы здесь появился монастырь, появились поселения какие-то, а затем и построен был наш прекрасный город. Вот. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Вот. Успехов нам всем в этом деле. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»